Увы, наступит час последний и завершатся все дела, но вшивство едва, вшивство едва, спасибо, жизнь, что ты была. Имя Виктора Васильевича Бусаренко знакомо не понаслышке жителям не только Владивостока, но и всего края. Художественный руководитель Приморского театра «Кукол» начал выражать свою творческую натуру еще с детства. В восьмом классе пришел в театральный кружок, потом в молодежный театр «Романтик», затем поступил в Институт искусств. Дальше театры менялись один за другим. Драматические, музыкальные, детские. В Приморский театр «Кукол» Виктор Бусаренко пришел в 90-м году. Думал на одну постановку, а остался на 27 лет. В детстве устраивал, на улице играл в театр «Кукол», из пластилина делал головки на палочках, водил, показывал представления, билеты даже продавал. На машинке их прострачивал, чтобы можно было бы оторвать, и продавал. То есть вы сами делали «Кукол»? Сам делал, да. Ну, это смешно очень было, конечно, это все наивно было. Но ничего, на улице смотрели дети. И в школе делал театр «Кукол» в третьем классе, помню. Сам даже сцену сделал, такую маленькую кукольную. И что-то из жизни русских богатырей показывал. И вот уже заслуженные деятели искусств России празднуют юбилей. Своё 70-летие Виктор Бусаренко отметил авторским вечером для самых близких. Представлял собственное творчество, стихотворения о море и о Владивостоке, делился воспоминаниями и показывал любимые отрывки своих спектаклей и выступлений коллег. Я никакого отношения к серьёзной литературе, разумеется, не имею. И претензий у меня таких нет и не было никогда. Я человек театральный. И всё, что я делаю ручкой на бумаге или сейчас клавишем на компьютере, это всё связано с театром. Театр кукол – самый древний в мире. По словам Виктора Бусаренко, в работе с марионетками больше образности и условностей. Актёры не просто кукловоды. Со своим игрушечным героем они буквально срастаются мыслями и душой. Стараются передать характер. Да порой так, что куклы, кажется, вот-вот оживут и выйдут к маленькому зрителю уже без помощи чужих рук. Кукольники вообще особая порода артистов. Они могут играть и живым планом, они могут играть и с куклой. А иногда кукла и актёр создают вместе образ, понимаете? То есть не просто кукла, а вот плюс актёр. Маленькие зрители – самые притязательные. Обмануть их невозможно. Они чувствуют и понимают любые эмоции. И чтобы детские театры в стране развивались, Приморский театр кукол присоединился к проекту «Театр детям». В рамках этой программы обещают выделить средства на поддержание искусства для юных зрителей. Дети очень отзывчивы. Они цепляются за сюжет, за игру артистов, за те трюки, фортили, которые выкидывает кукла. Просто нужно это подать, так сказать, грамотно, уместно, выразительно, заразительно. Вот это важно. Но главное, по словам Виктора Бусаренко, чтобы актёр проживал вместе с куклой на сцене каждую минуту, а не просто равнодушно водил марионетку. Тогда в зрительном зале будут звучать аплодисменты, а театр всегда будет полон новых идей и постановок. Ольга Продан, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.